Показ новогоднего шоу Марии Киселевой стартовал в Казани. 28 декабря прошли первые представления. Русалочка и сокровища пиратов. Именно такое название носит уникальное действие, развернувшиеся во дворце водных видов спорта. Как по мановению волшебной палочки, бассейн комплекса превратился в настоящую сказку. Здесь и подводное царство, и звездное небо, прекрасная русалочка, принц, коварная каракатица, а прыжковая вышка обернулась кораблем с белыми парусами. Даже самые маленькие зрители не смогли держать эмоций. Мне очень понравилось, было очень интересно и красиво. Как прыгали пираты, было очень интересно. Она очень красиво пела. Мне понравился Дед Мороз. Дед Мороз, и как они танцевали. Очень было здорово, самому представлению очень классно. Все, кто участвовали, все молодцы, особенно те, кто занимается водными видами спорта. Понравилось, особенно то, красиво было, хорошие артисты были, такая гимнастика была. Мне понравилось то, что спортсмены были, ну, очень подготовлены, и все было так слажено. Например, синхронное плавание, там, как вот солдаты в воде просто. Все так ровно, четко и так красиво все. Головокружительные трюки на флайборде и полеты над водой заставили зрителей затаить дыхание. Аудитория была в восторге. Очень здорово, если честно, даже было страшно за самих, кто выступали. То есть они были очень, такие как бы, такие как бы сильные, такие мужественные все. Было страшно, если честно, за всех. Как во всех сказках, и в этой добро победило зло. Кульминацией шоу стало неожиданное появление главного символа Нового года – елки. Она поднялась из воды, а после засверкала разноцветными огнями. Фаи Дворца водных видов спорта также царит атмосфера Нового года. Яркое шоу аниматоров, аквагрим, поздравление от Деда Мороза, возможность пообщаться с главными героями сказки. Продлится представление до 7 января. Важно отметить, что проект реализуется при поддержке правительства Республики Татарстан и мэрии Казани. Ирина Игоренко, Камиль Исмаилов. Специально для Казан-2013.ру